В эфире рубрика «Народ хочет знать». Мы говорим о коронавирусе. На вопросы армавирцев отвечает врач-пульмонолог высшей категории, кандидат медицинских наук, создатель общественной организации «Лёгкое дыхание» Вера Литкова. Вера Леонидовна, во время пандемии коронавируса многие начали приобретать пульсоксиметры. А насколько такой прибор нужен в домашних условиях? Раньше об этом приборе знали только врачи-реаниматологи, врачи-пульмонологи. То есть мы часто использовали его для определения степени дыхательной недостаточности. Надевая простой прибор на палец, мы определяем уровень так называемой сатурации, то есть уровень кислорода в крови. И буквально за несколько секунд он показывает пульс и сатурацию, то есть уровень насыщения крови кислородом. Скажем, сатурация ниже 95 считается уже низкой. От 95 до 100 – это нормальная сатурация. То есть мы можем определить степень дыхательной недостаточности. Нужен ли он сейчас пациентам дома? Ну, как показал опыт, да, нужен. Особенно тем пациентам, которые выписываются из стационаров с явлениями дыхательной недостаточности, которые будут восстанавливаться дома в разной степени по времени. То есть некоторые там достаточно 2-3 недели для восстановления, другим до полугода и больше. Считается, что после тяжелой коронавирусной инфекции процесс восстановления, процесс реабилитации от 6 до 12 месяцев. И поэтому здесь важно определить степень сатурации и при снижении принимать те или иные меры. Да, многие пациенты имеют дома так называемые концентраторы кислорода. То есть это приборы, которые концентрируют кислород из воздуха, и он помогает им справиться с кислородным голоданием, с кислородной недостаточности. Вот. Ну и есть еще причины, чтобы приобрести пульсоксиметр сейчас, это чтобы не паниковать. Потому что дышка, затрудненное дыхание может возникнуть при любых обстоятельствах. Человек просто может волноваться. Да, он прочитал, он узнал какие-то новости. Возникла одышка, он измерил. Главное, чтобы пульсоксиметра был заряжен, да, он был с нормальной батарейкой, с уже не с использованной. Вот. Чтобы он правильно показывал. Иначе, конечно, наоборот, посеется паника. Потом, чтобы определить болезнь на ранней стадии. То есть, человек, увидев снижение сатурации, он быстрее примет меры, вызовет врача. И третье, чтобы помочь врачу, когда он придет к врачу и скажет, что у меня такой-то пульс, такая-то сатурация. То есть, врач уже будет иметь четкие критерии представления о состоянии человека. Вера Леонидовна, спасибо за очень интересную беседу. Я узнала много интересной информации. А что бы вы могли посоветовать армавирцам в период пандемии коронавируса? Ну, прежде всего, я хочу пожелать армавирцам здоровья. Не бояться этого заболевания, но ответственно подходить к своему здоровью. Не бояться вакцинации. Опять-таки, ответственно подходить к этой вакцинации. То есть, советоваться, прежде всего, с врачом. Правильно подходить к обследованию. Не решать самому за врача, что вам нужно. Не назначать самому себе препараты. То есть, во всем все-таки положиться на врачей.